В эфире Дороги к Свободе. Перед микрофоном Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Крым в России. На фоне экономического кризиса, падения курса рубля и тех очевидных проблем, которые крымчане вместе с жителями Российской Федерации сегодня ощущают вследствие агрессивной политики российского руководства, падения нефтяных цен и непонимания, что делать дальше с экономикой страны. Этого ли ждал Крым? И будет ли меняться настроение его жителей по ходу дальнейшего ухудшения экономической и социальной ситуации в России? Со мной в студии мой коллега Павел Казарин, публицист, долгие годы работавший в Крыму, а сейчас сотрудничающий с новой газетой, проектом Радио Свобода Крым Реалии и другими важными российскими и украинскими средствами массовой информации. И вот, собственно, к нему, как к крымчанину, как к крымскому в прошлом журналисту, я и хочу адресовать этот вопрос. Изменится ли настроение жителей Крыма, Павел, как вы считаете? Или все же они будут последними, кто ощутят последствия нынешних экономических проблем России? Ну вот, вы ставите вопрос такой вот зилемой. На самом деле, ответ на оба вопроса – да. Да, разумеется, изменится, потому что Крым никогда не был пророссийским, он был просоветским. Он не знал и не мог знать российской реальности. И та Россия, к которой он стремился, это был Советский Союз с конца 70-х, первой половины 80-х годов. Тот период, который для Крыма воспринимался в качестве эдакого золотого периода с заполненными санаториями, с работающими фабриками, с сельским хозяйством и так далее. А та Россия, в которую Крым вошел, это совершенно другая реальность. Это реальность для Крыма незнакомая. Однако же, отвечая на ваш второй вопрос, будет ли он последним регионом, который будет колебаться или будет менять свое отношение к России, да, это будет последний регион. Потому что есть два момента. Крым сегодня, во-первых, это главное доказательство для Кремля того, что он империя и что он может позволить себе вести как Советский Союз. А с другой стороны, у Крыма просто нет возможности как-то пересмотреть свое отношение к России. Для Крыма первичный момент, когда вы спрашиваете в Крыму, ну как вам живется в новой российской реальности, вы можете услышать, что да, цены растут, да, курс доллара падает. Но при этом главный ответ будет, вы знаете, все равно Россия спасла нас от войны. Потому что, если бы сюда не пришла Россия, сюда бы пришел правый сектор, украинские националисты устроили бы здесь резню по типу Донбасса. И когда ты им начинаешь объяснять, что как раз таки без Крыма не было бы Донбасса, потому что Донбасс мог быть только как второй акт крымской пьесы, они отказываются признавать, ну, на мой взгляд, очевидную логику вот этой интерпретации. А может они просто хотели бы, что хотят того, чтобы война действительно была в Донбассе, а не в Крыму? Потому что если бы представить себе, что Украина реально защищала бы свою территорию во время крымской агрессии Владимира Путина, то тогда в Крыму могли бы быть все те последствия, которые мы сегодня видим в Донбассе. И жители Крыма совершенно не против того, чтобы жители Донбасса там голодали, гибли под обстрелами, теряли свои дома, потому что таким образом сами они при этом живут вполне благополучно и могут только сочувствовать как бы своим то ли бывшим, то ли нынешним соотечественным. Потому что как-то воспринимает Крым. Это может такой обыкновенный человеческий эгоизм? Я, честно говоря, думаю, что было бы неверно подобным образом трактовать настроения жителей Крыма. Они как раз бы хотели, чтобы Донбасс повторил судьбу Крыма. И когда крымский сегмент социальных сетей был заполнен репостами, сообщением о том, какие замечательные герои Новороссии защищают регион от украинских карателей, они как раз таки были настроены на то, что туда придет российская армия и повторит крымский сценарий. И когда сегодня всего этого не происходит, я думаю, у некоторых моих знакомых, во всяком случае, рождается уже ощущение такого скрытой рефлексии по этому поводу. Потому что все эти разговоры о том, что ура, ура, Донбасс повторяет судьбу полуострова, сегодня упираются в то, что Донбасс, в отличие от Крыма, лишен будущего. Это, условно говоря, Крым выпрыгнул из окна. Это как тот мальчик в школе, который выпрыгнул из окна второго этажа, и ему ничего за это не было. А следующий мальчик, последовавший его примеру, сломал позвоночник. В какой-то момент, возможно, первый мальчик начнет ощущать свою ответственность. А можно все-таки говорить, что Крым действительно имеет будущее в нынешней экономической ситуации, объективно говоря? Крым это же не просто некая территория, это курорт. Для того, чтобы ездить на курорт нужны деньги. Это, если угодно, некий промышленный центр для того, чтобы развивать промышленность в Крыму. Даже уже забывая о всяких санкциях, прочих вещах, тоже нужны деньги, которые в российской экономике сейчас отсутствуют. Какое будущее есть у Крыма, кроме как некого места, где будет все больше и больше российских военных появляться по мере ухудшения ситуации? Те люди, которые в Крыму оценивали реальность с точки зрения адекватных экономических взаимоотношений, которые царят в современном мире, они Крым покинули. Те люди, которые остались, они... Покинули в сторону России или в сторону Украины? Они выехали в Киев в основной своей массе. Те люди, которые остались в Крыму и которые продолжают рассуждать об экономической логике, они имеют весьма смутное представление об экономической логике, наверное, такое же, которое транслируется с экрана телеканала «Россия-24». Россия будет, лично по моим ощущениям, будет продолжать создавать в Крыму такую потемкинскую военно-морскую деревню. И Крым будет последним регионом, который будет на себе ощущать последствия экономического краха, который может наступить. Последним будет Чеченская республика. Хорошо, будет предпоследним. Однако же вы понимаете, история какая? Мы же можем себе представить, как в результате сокращения социально-экономического пирога, из-за снижения курса рубля и так далее, в Сибири, в каком-нибудь сибирском регионе, в регионе Доноре, рано или поздно прозвучит лозунг «Хватит кормить Москву». Но все, что может сказать Крым, это «Хватит кормить меня». Согласитесь, это не самая реалистичная стратегия, которую мы можем рано или поздно услышать от жителей полуострова. Тут вообще вопрос о кормежке Москвы, он тоже может быть очень относительным, потому что очень многие убыточные предприятия военно-промышленного сектора, которые восстановлены в правлении Владимира Путина, и которые, в принципе, не имеют никакого смысла, кроме как живут на дотации, они в единстве не уверены, что они кормят страну. Вот вспомните эту историю с Пикалева, когда именно убыточные предприятия там остановились, когда стало ясно, что в принципе необходима реальная санация города, необходимо полное изменение его экономики. Жители города, работники этих убыточных предприятий, которые никакого реального вклада в экономику этой страны не вносят, они вышли на улицы, перекрыли федеральную трассу, Владимир Путин туда приехал и заставил предприятия работать в убыток владельцам. И это вот фактически и есть модель российской экономики. Тут никто не кормит Москву, он может сказать, что это такая игра в экономику. В этом, наверное, и существует парадокс современной реальности. Это Дарвас, кстати, так вот думал, что он кормит Киев, вот так же и эти регионы думают. Да, но понимаете, история в чем? Вы предлагаете мне рассказать о том, понимает ли Крым свою реальность, российскую экономическую реальность, понимает ли он свое место в российской экономической реальности. А Крым сегодня для современной России, для ее политического строя, играет совершенно другое, символическое значение. Если угодно, это Толкиновское кольцо. Если его отобрать, то окажется, что король очень даже голый. Ну, тут есть другой момент, мне кажется, очень важный. Вот если мы посмотрим на эту ситуацию глазами рядового крымчанина. Вот он жил, рядом было два там региона соседней. Херсонская область Украины, да, и Краснодарский край России. Ну и в Краснодарском крае, объективно, жили люди лучше, чем в Херсонской области. Были выше зарплаты, были выше пенсии, были социальные выплаты. Больше было видно развитие, по крайней мере, там таких городов, как Краснодар, если туда съездить и сравнить, как развивался Краснодар в эти годы и как развивался Херсон. Но, объективно говоря, у Краснодара было больше денег. Ну и между этим Крым, который вообще был не как бы в средстве своего автономного статуса, ни туда и ни сюда, как бы деньги могла Украина на него давать. Но они по большому счету разворовывались достаточно бесконтрольно крымскими властями. А может, в последний период, в период Виктора Януковича, как-то контролировали эти крымские деньги. Потому что там уже была донецкая команда это управляла. Но не более того. И вот сейчас он должен видеть, как он пришел к этому Краснодарскому краю, живет вроде бы на его уровне, а уровень ухудшается. Это тоже нельзя не замечать. Понимаете, тут есть такой важный момент, что Крым, Крым, он для того, чтобы жители Крыма захотели, условно говоря, вернуться в Украину, и для того, чтобы они захотели того, чтобы Крым снова стал Украиной, должно произойти три важных момента. Во-первых, Россия должна напугать Крым больше, чем его напугала этой зимой Украина. Потому что Крым действительно, который получал информацию из уст коллективного Дмитрия Киселева, он получал искаженную картинку из тех событий, которые происходили в Киеве. Во-вторых, современная Украина должна являть пример большей стабильности, нежели Россия, частью которой он стал. И третий момент, это вот, знаете, вот концепт золотого века для крымчан, он должен переместиться, скажем, с советских 80-х на украинские нулевые, на те годы, когда он был в составе Украины. Вполне возможно, что те экономические процессы, которые мы наблюдаем в России, они в какой-то мере вот эти вот тектонические подвижки осуществят. Однако же, мы с вами точно так же должны понимать, что Крым изменил свое гражданство не столько из-за желания, из-за пассионарности крымчан. Когда Виктор Янукович вел страну к ассоциации с Европейским Союзом, еще до его отказа, не было никакого русского майдана с русской повесткой в Крыму. И точно так же, если бы не пришли зеленые человечки в Крым, не случилось бы никаких больших социальных потрясений. А митинги, которые бы происходили на улице Крымских городов, они вряд ли бы были, сколько бы то ни было, многочисленными. Поэтому я думаю о том, что равно как смена настроений жителей полуострова весной 2014 года не имела прямой связи со сменой его гражданства, точно так же, может быть, и обратная ситуация не будет иметь прямой корреляции с настроениями жителей полуострова. То есть, если произойдет какая-нибудь конференция, условно говоря, Россия, Украина и международного сообщества по Крыму, в результате этой конференции Россия признает, что она нарушила собственное или международное законодательство при соединении Крым к себе, Крымчай скажет, что нарушила, значит, нарушила. Ну, это да, это классическая логика патронали из Крыма. Или все-таки будут бороться за то, чтобы быть частью России? Я думаю, что к тому моменту количество людей, которые будут яро выступать против передачи Крыма-Украины, вырастет. Потому что, вы понимаете, вот, например, с марта месяца Крым живет в российской реальности. Так или иначе, большое количество людей в том или ином статусе принимало участие в выборах, может быть, на уровне наблюдателей, на уровне, я не знаю, каких-то членов избирательных комиссий. За это время значительное число крымчан, в том числе и числа крымских татар, так или иначе, участвуют в работе органов исполнительной власти. Там, я не знаю, местными, может быть, там, чиновниками, клерками, секретарями и так далее. И если все эти люди будут ощущать, что в случае возврата Крыма, например, в Украину, всех их ждет уголовное наказание, даже если они, условно говоря, сидели в офисе и просто перекладывали бумажки с места на место, занимались бумагооборотом, делали там производством, то, разумеется, они будут тем ядром, которое будет протестовать против подобных перемен. А почему бы должно ожидать уголовное наказание? Ну, это же люди, которые так или иначе существовали в той реальности, которая была во многом обусловлена и украинскими действиями по Крыму. Вот именно это и будет в значительной степени определять эмоциональный фон и интенсионный фон отношения к грядущим переменам. Если эти люди получат гарантии того, что в новой реальности они не станут, условно говоря, автоматическими фигурантами уголовных дел, то они не пополнят собой то ядро протестное, которое, возможно, бы не согласилось с итогами той конференции потенциальную возможность, которую вы описали. Ну, тогда, в общем, выходом из этой ситуации может быть в любом случае какой-то особый статус Крыма. Особый статус Крыма в Украине, переходный период, гарантии гражданства. Для этого необходим там целый ряд шагов. И по большому счету эти шаги, кстати, они, мне кажется, должны быть акцептированы и в Киеве. Еще до того, как вопрос о передаче Крыма Украине, о ликвидации тех последствий аннексии, которые мы наблюдаем сегодня, будет решен в правом порядке. Вместе с Россией. Вполне может быть. Тут, понимаете, история в том, что нам же крайне тяжело говорить о каком-нибудь историческом опыте. Потому что, начиная с 1945 года, те шесть аннексий, которые случились в мире, каждая из них была индивидуальна. Две были связаны с распадом колониальной системы. Некоторые были связаны с событиями шестидневной войны на Ближнем Востоке. Некоторые были связаны с прямой оккупацией в 1991 году, когда Ирак оккупировал Кювейт. Истории, когда один регион дважды на протяжении краткого периода менял свое гражданство. Мы не можем вспомнить, и даже тот же Восточный Тимур, который в 70-е годы был оккупирован Индонезией, в 1991 году он получил независимость, а не вернулся к Португалии. Поэтому в этом смысле у Украины нет исторического опыта, правового опыта, юридического опыта, на который она могла бы опереться, и сценарий, из которого она могла бы черпать. Этот опыт предстоит создавать с нуля. А почему вы говорите о двух переменах гражданства? Я имею в виду, условно говоря, если мы говорим, что в марте случилась одна смена фактического гражданства, принадлежности полуострова. А потом он может вернуться обратно. Может ли он вернуться, или станет ли он независимым, или какой-то другой формат взаимоотношений. Поэтому я и говорю, что нет каких-то юридических шаблонов, в рамках которых мы можем рассуждать, что будет вот таким вот или таким вот образом. Мы уже говорили неоднократно, и об этом говорили и западные наблюдатели, кстати, что Крым это вот именно поэтому такая мина под международное право. Потому что в любом случае, представляя себе, что как-то Крым будет признан российским, хотя очень трудно представить себе как, пока что никто этого не сделал официально. Но вот если пойти этим путем, или напротив, признавая, что Крым будет возвращен в состав Украины, и аннексия будет как процесс, так сказать, остановлено и повернуто вспять, в любом случае это пересмотр, бомба по международное право уже все равно, которая уже все равно взорвется. То есть она уже не может не взорваться. Нельзя сказать, вы знаете, вот это вот, мы пошутили на самом деле, Крым украинский, ничего не было, мы никаких решений не принимали, мы просто, там сказать, наш конституционный суд неправильно что-то там посмотрел, и на этом-то до свидания. Так тоже быть не может. Просто крымчане должны понимать, что в любом случае, действительно, как бы не сложилась судьба полуострова, в чьем бы составе он в итоге не оказался и с каким бы правовым статусом, он в конечном счете не продолжал бы жить, это в любом случае та глава, которая пропишется в учебнике по международному праву, так или иначе, уже прописалась. И она продолжает писаться в данный момент, точка просто не подставлена. Но в Крыму, как мне кажется, никогда не было такого политически активного населения, которое готово вообще думать в подобных категориях. Ведь Крым это такое достаточно спокойное, до момента, когда все это начало разворачиваться вокруг Украины, Крым был таким спокойным, сонным регионом в политическом смысле слова. Единственное, что там могло происходить политически, вот такое то, что действительно всегда вызывало бурление, это вот возвращение крымских татар на родину. И то, потому что не было принято достаточно обоснованных юридических документов, которые помогали им бы обустроиться. Ну, в Крыму любили говорить и продолжают говорить о том, что в течение всего постсоветского периода Крым разрывал дугу нестабильности, которая тянулась от Балкана до Кавказа. И Крым не взялся за оружие в 1991-м, когда с момента, с развалом Советского Союза он остался не в составе РСФСР, как он того хотел, а остался в составе Украины. Крым не взялся за оружие в 1994-м году, когда украинский парламент, в 1995-м году, когда украинский парламент попросту свернул крымскую конституцию, дававшему ему просто огромные права, в том числе, собственно, Министерство внутренних дел и, собственно, МИД. Крым не взялся за оружие в течение последующих 20 лет, когда, ну, в том числе, были довольно серьезные напряжения. Я повторяю, что я думаю, что в 2014-м не произошло бы никакого, опять-таки, в оружии, там, я не знаю, там, не знаю, кровавого противостояния. Крым, оно было в этом смысле, все, что произошло с Крымом, это итог интервенции, а не итог внутриполитического такого генезиса и бурления. Крымское население, оно действительно, кто-то назовет его довольно инертным, а кто-то назовет его довольно миролюбимым. А вот то, что фактически Владимир Путин агрессировал Крым, оставил власть в руках местной элиты, это правильно, Шак, ваше мнение? Его с точки зрения крымского населения, как оно относится к тому, что те же самые люди, которые, если угодно, обкрадывали Крым, ну, так, если называть вещи своими именами, в годы того нахождения Крыма в составе Украины, они продолжают его разворовывать, ну, уже, может быть, там, в каком-то союзе с новыми покровителями из Москвы, и сейчас, и в наше время. Ну, та дискуссия, которая ведется в крымских средствах массовой информации и на общественных площадках, уж насколько, уж если эта дискуссия ведется, то она как раз и идет вокруг того, что нам не нужно бывших, и мы хотим, чтобы российский Крым перестал жить, условно говоря, с украинскими чиновниками. Какое-то обновление произошло, потому что мы понимаем, что партия «Русское единство», которого возглавлял Сергей Аксенов, это было довольно маргинальное политическое образование, у которого было всего три мандата в стоместном крымском парламенте, и когда он возглавил Крымский совет министров, разумеется, он вместе с собой привел свою команду, которая до этого реальных постов в исполнительной власти полуострова не занимала. Поэтому какое-то обновление произошло. Однако же значительная часть публичных лиц, она осталась прежней, и вот вы правы, именно этот запрос на кадровое обновление, он в Крыму есть, однако же непонятно из какого кадрового потенциала его делается. У Москвы в Крыму попросту нет скамейки запасных. Мы должны понимать, что для любого российского чиновника назначение на Крымский пост это не какое-то желанное назначение, которое послужит трамплином в ее профессиональной карьере. А в первую очередь, в значительной степени, это та история, которая подведет его под санкции, которая ограничит его возможности ездить за границу и хранить за границей деньги, если он даже вопреки российскому законодательству имеет такие планы. Поэтому тот кадровый потенциал, которым может располагать Москва в отношении полуострова, я повторюсь, он чрезвычайно ограничен. И не случайно, что в Севастополе назначили именно бывшего флотского офицера. И Сергей Миняйло, бывший замкомандующего Черноморского флота, сменил в Севастополе Алексея Чалова, а не какой-то гражданский чиновник. А вот, кстати, о Севастополе. Ведь Севастополь во все украинские времена был фактически изъят из Крыма. Это было такое государство в государстве. Он в советское время не подчинялся к Крыму. А вот сейчас Севастополь инкорпорирован в Крыму или он остается таким отдельным местом? Он остается. Более того, в Севастополе идет своя собственная дискуссия, которая отличается от той дискуссии, которая идет в Крыму. То есть в Севастополе, например, всегда существовал конфликт между гражданской администрацией, которая назначалась из Киева, и между несколькими флотами. То есть военно-морские силы Украины были одним центром влияния. Черноморский флот был таким миноритарным, но тем не менее тоже игроком. А сегодня командование Черноморского флота ощущает после весны 2014 года, что все, город наш. И что мы будем играть здесь первую скрипку. В то время как гражданская администрация интересы, которые, условно говоря, представляет Алексей Чалый, они как раз считают, что Севастополь должен быть городом научно-технической интеллигенции. Короче, что Техас должны грабить техасцы, а не моряки. Если так уж четко определить их интенции. Это конфликт между военными и научно-исследовательскими институтами. То есть между шестидесятниками такими, которые считают, что понедельник начинается в субботу и научно-технический прогресс спасет город, поэтому нужно там строить такой научно-технический кластер. И военными, которые говорят, все, 23 года мы были в изгнании по большому счету, сейчас мы вернулись, Севастополь наш. Поэтому давайте вы отсюда со своими гражданскими. Понимаете, это конфликт между земством и опричниками. А опричники это военные? Это флот. Да. А земство это, условно говоря, коллективный чалый. А вы не идеализируете? Может, просто две группы бандитов, просто одни в форме, другие без? Ну какой чалый научно-исследовательский деятель? Это бизнесмен с весьма сложной биографией, которая показывает, что это биография представителя такой организованной преступной группировки. Я с этим не согласен. Чалый, мы можем относиться к нему по-разному. Но вот генезис постсоветских крымских элит, он более чем показатель. Вот есть, например, у нас Константинов, да, глава законодательства. Другой организованной преступной группировки. Ну это человек, который делал капитал свой в первую очередь на земле, на строительстве жилья. Это те проекты, которые приносили тысячекратные вообще прибыли и так далее. Чалый это доктор технических наук из научно-технической семьи. Его мать там, глава лаборатории, отец там тоже доктор наук и так далее. Он там коренной севастополец. И свой капитал он в первую очередь делал на научно-технических разработках. Мы сейчас можем спорить о его личностных качествах, о его убеждениях. Но тот факт, что его фирма, которую он возглавлялся эти годы, Таврида Электрикс, она занималась и работала не в сфере дутого капитала, а в сфере реального производства. Нет, тут другой вопрос, Ида, есть. Можно ли вообще было заниматься бизнесом на постсоветском пространстве и в украинском Севастополе, не будучи вообще связанным со всеми теми криминальными группами, которые контролировали любой доходы. Это же важный момент. Ну вот, скажем, есть Павел Дуров, который создал ВКонтакте. Ну да, безусловно, в сотрудничестве тоже с совершенно конкретными службами, которые сегодня этот Контакт контролируют. В конечном счете, которые оттуда выгнали Павла Дурова, он уехал и создает другую социальную сеть. Однако же тот факт, что, в принципе, мы же с вами понимаем, что логика постсоветского развития предопределяла, что в тот момент, когда ты перестаешь быть бизнесменом средней руки и выходишь более-менее в топ, а у компании Чалова, по данным российского Форбса, у нее оборот в 2011 году был порядка 300 миллионов долларов, она так или иначе находится под вниманием государства, украинского, российского и так далее. Но это не значит то, что ты в принципе не можешь создавать какие-то конкурентоспособные. Вопрос просто в том, что у тебя могут потом этот бизнес забрать, а тебя выгнать оттуда. И попытаться, собственно, как в контакте Павла Дурова использовать, ну, условно говоря... Чалов сейчас как раз на грани того, что его заберут и выгонят. Верно, потому что Чалов, как к нему не относись, но он все это время был идеалистом. Он искренне верил в российский имперский тренд. Он был тем чиновником и тем, условно говоря, бизнесменом. Понимаете, ведь в Крыму... У вас просто нет 300 миллионов долларов. Потому что вы бы знали, что нельзя заработать в России или в Украине 300 миллионов долларов и оставаться идеалистом. У вас тоже нет 300 миллионов долларов, однако же вы утверждаете, что знаете, что нельзя их заработать. Тем не менее, понимаете, история ведь в чем, что в Крыму все 23 постсоветских года было очень удобно монетизировать свою пророссийскость. Этим занимались практически все крымские чиновники. И тот же Константинов, и тот же Сергей Аксенов не были исключениями. А Чалы был исключением в том плане, что он не монетизировал свою пророссийскость, а в нее отчасти вкладывал. И даже его политические противники говорят, что он как раз-таки был убежденным сторонником. Он не мимикрировал, а там, не знаю, в зависимости от того, какой политический курс был в Киеве или в Москве, а оставался на собственных позициях. Поэтому этот человек сегодня нередко в интервью, в том числе российским СМИ, говорит о том, что что-то прогнило в королевстве Датском, имея в виду под королевством Датским Российскую Федерацию. И когда последний раз он заявляет главе Государственной Думы России, что хватит ездить к нам в Крым за наш счет и устраивать какие-то тут банкеты, это тоже показателен. Его убрали, среди прочего, за чересчур несистемную позицию для чересчур системной российской вертикали. Так вот тут, уже заканчивая нашу беседу, я хочу спросить, кто все-таки опаснее с точки зрения решения вопроса о будущем Крыма, если это вообще решение, когда-то будут идеалисты или прагматики. Те, кто верили в его имперское будущее или те, кто просто выбирали Крым, как некое место, где Россия будет платить больше денег? Это просто вопрос того, что с одними людьми можно решить вопрос при помощи элементарного количества нулей на банковских счетах, а с другими придется решать, подобным образом вопрос решить невозможно. И тогда что с этими людьми произойдет? Останутся ли они в Крыму? Останут ли они частью какого-то сопротивления или просто уедут в Россию? Мне сложно прогнозировать, потому что мы можем лишь предполагать. Но то, что для них Россия является приоритетом, которым они, может быть, и не готовы монетизировать, такие люди в Крыму безусловно есть. Но просто не стоит думать, что они в большинстве. Это то ядерное меньшинство, которое может быть на уровне 15-20%, но это не то меньшинство, которое приходит на выборы и дает 80% по итогу. Спасибо. Напомню, что гостем нашей сегодняшней программы был публицист Павел Казарин. Вел эту программу для вас Виталий Портников. Всего доброго, уважаемые слушатели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова